Давай поженимся, ты должен говорить только правду. Сейчас ты откроешь глаза и пойдёшь за мной. Фу! Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три невеста. Снежанна, Екатерина и Ирина. А жених у нас Андрей. Ну что, друг мой, проснулся? Тогда пойдёмте. Андрей. 43 года. Решил, что нужно бороться за свою любовь и подрался с потенциальным тестем. В схватке победил, но от возлюбленной добровольно отказался. Андрей в прошлом военный, сейчас дипломированный врач-психотерапевт. Гордится тем, что получил профессорскую степень и диплом Нострадамуса. Предупреждает, что никогда не знает, что будет делать завтра. Андрей с детства не переносит блондинок и категорически не рассматривает на роль спутницы жизни женщин с детьми. Женится на весёлой темпераментной брюнетке, которая умеет гладить рубашки и не задаёт много вопросов. Здравствуйте. Здравствуйте. Перед началом программы. Разрешите? Только если они не заколдованные. А то сейчас смехну и... Лариса, это вам. Спасибо, дорогой. Роза, вам. Спасибо. Шикарный букет. Это Линда, мой друг. Это моя двоюродная сестра Мадина. Ваша двоюродная сестра? Мадина? Так вы из этих? Нет, а что из этих-то? Мы все дружба народов у нас, прям из этих. Нет, вы вот из этого профсоюза? Да, из нашего. Да? Грустный какой-то, да? Да, грустноватый. У меня ощущение, что у него какая-то предыдущая история была очень печальная. Андрей, а за что выдают диплом Настрадамуса? Ну, это по хиромантии. Количество точных предсказаний. Вот вообще хорошее действие и хорошие истории хиромантии не назовут, я в этом уверена. А вы как давно в себе вот этот дар почувствовали? Это с детства бабушка была. Жили здесь в Москве, переехали в Казахстан. Вот в Казахстане. Вы же военный? Ну, это молодость моя. Это еще школьные годы. То есть вы закончили как нормальный мужик военное училище, защищали родину. Военно-медицинская академия. Военно-медицинская? То есть вы еще и лечите? Да, я врач, психотерапевт, психиатр. Очень серьезный. Ну, такой прям молодой человек. Солдафон. И вот что заставило вас здорового мужика с образованием стать друг этим хиромантом, прости господи? Кто ваш учитель? Кто вас надоумил? Бабушка. Бабушка? Да, по материнской линии. А мне кажется, вот в Советском Союзе не было у людей депрессии, потому что все думали, где достать колготки, вату на Новый год детям и манку новорожденным. Какая депрессия? Кого вы там выводили? Бабули откуда знали про депрессию? Все работали по сто часов в сутки? Бабуля военная в прошлом. Ну, ушла на пенсию, майор КГБ. Занималась этими делами. Кто ж деньги зарабатывала? Она не психотерапевт. Это я психотерапевт. А дома постоянно я видел рисунки рук, линии. Но вы-то начали заниматься выведением людей из депрессии еще в советские времена или в пост? В 38 лет. Смотри, розовая рубашечка, как тебе и значит. И вот вы почувствовали в себе вот этот самый дар. И стали лечить людей, то есть выводить их из состояния депрессионных. Да? Вот не верю я во все это, но не верю, что мне делать. Поэтому я и ерничаю так. Вот чтобы я, наконец, поверила в вас, вот скажите, что меня на данный момент больше всего беспокоит? Я. От воробья? Нет. Но он, кстати, не создает впечатление человека, который что-то видит. Из-за чего вы подрались с тестем? С несостоявшимся. С несостоявшимся? А что там случилось-то? Произошел такой разговор о том, что ты пес, у нее другая жизнь. Шел бы за своей дорогой. И вы ему? Мы цепанулись и все. Жив остался? Да живой, живой. Нормально. А девушка? Ну, сейчас в хороших отношениях мы друзья. А мне вот непонятно другое, Андрей. Вы были женаты, у вас ведь ребенок исправлено. Да, сын 27 лет. А почему вы хотите следующую жену без детей? А я сейчас, в данный момент, именно готов. Готов. Мне не нужна, это другое. Я именно готов к созданию семьи. И я хочу детей. Я знаю, что первая будет дочь. Нет, нет, а почему, чтобы у нее детей не было? У вас-то есть прошлое, а у нее почему не должно быть прошлое? Но при этом она должна выйти замуж за взрослого мужчину. Почти моего ровесника. Пусть не выходит. Мы подходим, у нас ни детей, ни плетей. Вот вы в полтинник с лишним поведете ребенка в первый класс. И что? Будет стоять молодая мамка и будет говорить, деда, подвинься. Ну, как-то, мне кажется, всему свое время. А выпускной вечер с капельницей как тебе? Клево, весело. Тем более, если он зажжет прямо вместе с этой капельницей. Хорошо, а блондинки вам чем не угодили? Во-первых, это некрасиво. Правда? Я тоже их не очень. Девчонки, скажите, круче блондинок. А вы вот брюнетка, там что-то, сердечки показываете. Да, 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 подружка Линда. Я. Это вы про что дружите, такая красавица? Мы познакомились тоже совершенно случайно в Казахстане, в Алма-Ате, как раз на предмет деятельности Андрея. И он пришел, я с мамой пришла со своей, и у нас были какие-то свои нюансы. Мы хотели выяснить. Да. Правда? Вот с этого началась вся наша, да, дружеская история. Скажите, в чем розина проблема? Почему она не замужем? И, кстати, может быть, как раз есть какой-нибудь заговорчик, что-то у меня прям совсем уж прям никак. Заговорчик мне тоже скажите. Вы живете часто не своей жизнью. У вас вот в этой части... Проверьте, давайте. Да зачем, я уже видел. Вот видите, вот пересечение, вот это вот, вот это сильное. Вы озабочены больше сейчас жизнью какого-то другого человека, который рядом с вами находится. Если взять в процентном соотношении, процента 80 энергии уходит на туда, 20 остается на вас, на вашу работу, вот на этот социум и так далее. В десятку. Понимаете? И что надо делать? Что мне было? Ну, давайте я не буду. Поймите еще раз. Я сказала, отсели дочку. Дочка будет счастлива, выйдет замуж. Я просто взяла, складничая. Она, знаешь, называется ни себе, ни людям. Сама не живет нормальной жизнью. Как говорится, последние десятилетия уходят. И дочке не дают. Вцепила мертвую схватку в эту несчастную маленькую девочку. Еще, вот, Лариса, извините. Вот, извините, вы сами. Да вы и ударьте, подойдите. Может, она... Захотели? Первая позиция. У вас изогнутый вот так вот мизинчик. Запомните, по жизни, когда будет рядом... Лариса, у вас не так. Это другая тема. Первая позиция, раз вы хотели. Это постоянные могут быть проблемы по-женски, особенно на загибы и так далее. Дальше не углубляйся. Тихо, тихо, тихо. Я закончу. Я сейчас закончу, долго не буду, вы не на приеме. Другая позиция, если взять психологический аспект, это идеализация людей или каких-то событий. Как правило, извините меня, конечно, что лезу в трусы ваши, из прошлого вашего. В итоге вы теряете зачастую настоящее. Смотрите, сколько он интересного, можно сказать. Посмотрите, как загрузил, да? А про меня, только чтобы у меня настроение испортить, потому что я такая же мнительная. Значит, мне можно портить настроение. Тебе можно. Ты умеешь держать удар, а я нет. Я сразу в туалет убегаю и плачу там. И могу программу даже сорвать. Единственное приятное слово, которое он сказал, трусы. Я вам за кадром, на самом деле, скажу некоторые вещи, с которыми вам придется столкнуться по здоровью. И по здоровью, вот вы тоже вот здесь вот махали, вот когда руками, ну вот, вот здесь вот линия, это либо ваше супружество или еще что-то. И на ней вот такое пересечение. Это проблема у вашего супруга, по-моему, с позвоночником или с тазобедренным суставом. Может быть, седалишный нерв. Со спиной. Со спиной. Ага. А у меня? У вас реально все хорошо, только из-за прыгающего давления. Я вам потом назначу там некоторые травы. Иди, объемемся. Пам-пам-пам. Пам-пам. Она клевая, я не могу. Льстите мне, льстите. Все. У меня все хорошо, да? И в будущем все хорошо будет? В будущем только у вас репродуктивная система тоже немножечко. Ну... А я хочу ребенка? Я не думаю. Ну, хорошее реальное впечатление вызывает. Ой, спасибо. Ну, хорошее настроение. Хорошей жене. Теперь по мне. А, нет, я хочу вот про Линду. Что это, красавицы не могут быть подружками. Зачем? Честно, между нами. Зачем привел? Сейчас придут девочки. Будут смотреть все время на Линду. Сравнивать себя. У них будет портено настроение. Только у меня с манией величия. Потому что мне кажется, что я самая прекрасная в мире. Знаете почему? А вы его дочка? Толгата Нигматулина. Вот, пираты 20 века. Ой, ну вы мне еще расскажите. Я хотела вам подойти к вам за кадром, выразить свое ощущение. Можно, да? Давайте сегодня у нас будет программа обжимания. Я хочу, чтобы вы знали, что вы просто обалденная. Моя кошечка. Вы лучшая. Ой, какая прямо странишечка. Красавица. Спасибо. В общем, все-всех любят. Сегодня все хорошо. Тебе не смущает разница в возрасте? Ну, немножко так смущает. Значит, теперь я про ваши проблемы расскажу. Говорите, приму все. Как свахать? Значит, ну, странно, конечно, что вы это не знаете. Ну ладно, бог с ним. Потому что все-таки как-никак возраст, колероз уже на подходе. Да. А по всей видимости не хотите про это думать. А в чем смысл? Вы хотите молоденькую девочку. Но современные молодые женщины без детей, в принципе, постоянно говорят о равноправии. Поэтому у вас вариант следующий. Так. Либо вы берете взрослую женщину с ее прошлым и так далее. И тогда у вас все будет хорошо. И вы доживете. И с болезнями она будет разбираться. И помогать ей ухаживать. И апстировать. Либо вы берете молодую. Дрессируете ее, учите. Или еще что-то такое. Правда, насколько у вас сил хватит. Ну, кроме, конечно, наверное, без детей. Может быть, дельфинитела. Как мы любим говорить. Ну, живете ли? Как я люблю говорить. Да, как ты? Хорошо. Как ты любишь говорить. Самое главное, я думаю, чтобы он был современен. Главное, чтобы вы были именно лидером. Чтобы она выполняла ваши правила. Чтобы вы ее контролировали. И она хотела вам подчиняться. Она была мягкой, нежной, заботливой. И, в принципе, чувствовала вас. Для вас очень важно, чтобы женщина вас чувствовала. Ну, помимо того, чтобы она там убирала, готовила. И вы, скорее всего, любите хорошо поесть. Потому что луна в раке. Обычно всегда эти люди любят вкусно поесть. Ну, что ты умеешь общаться с военной? У тебя папа военной? Умею общаться. Но подстраиваться для меня очень тяжело. Встречайте невесту. Правда. Спасибо. Снежана, 27 лет. Дизайнер украшений. Гордится знанием шести языков и хорошей интуицией. Признается, что не готова жить на одной территории с родственниками мужа. Предупреждает, что мстительно и имеет разрешение на ношение оружия. Снежана готовилась к свадьбе с возлюбленным, пока случайно не узнала, что он женился на другой. Надеется, что Андрей ее не предаст. АПЛОДИСМЕНТЫ Красавицы. Просто одна, краша другой. Взаимно. Спасибо. Мы вас приветствуем. Наверное, в первую очередь поприветствуем жениха. Не знаю, правда, как это передать вам. А с чем пирожки-то? С мясом. О, это для вас. Спасибо. Это для красивых наших. Какая прелесть. Боже мой, как нам сегодня повезло. Ведешь? Подлезала сразу. Смотри, какая. Она, да, она видно, что хочет ублажить всех. Покажи, покажи, а то, что у тебя настроение сразу. Ну, забышь. Они разные. Потому что я хотела подобрать по стилю именно украшения, да? То есть, девственницы. Ну, вот ты девственница. Господи, боже мой. Просто, если вам что-то понравилось, я специально для вас создам что-то. А это настоящий? Да, конечно. Это жемчуг и серебро. Это то, чем я в последнее время непосредственно занимаюсь. Они мелкие дизайнеры одежды. Да что же это такое? У тебя стильно. Посмотри, как красиво. Лариса, мы все поменяем. Все, что вы захотите, я сделаю. Какое вы захотите. Жемчуж какой мелкий, у тебя какой крупный, у тебя больше его даже. Ты худее, господи. Да, у вас очень сложная работа, поэтому... Ладно, ну хорошо, я все... Ты же все равно подай, передаришь Ксюхе, а ей как раз вот это подходит. Астрологически. Вы не смотрели фильм с Моникой Витей «Не промахнись, Асунта»? Нет, к сожалению. Посмотрите, пожалуйста. Это фильм 60-х, по-моему. Смотрю обязательно. Да, это вот про то, что оружие. Я прочитала вашу историю и просто хохотала, как подорванное. Сегодня, надеюсь, без оружия пришли? Сегодня без. А откуда у барышни разрешение на ношение вот этого самого оружия? Я закончила военную кафедру в какой-то момент, когда все в жизни изменилось. Я художник-модельер по образованию. Я решила, что надо все закончить. Поступила на юридический факультет. Потом военная кафедра. То есть про закон все понимаете, поэтому... Да, конечно. Конечно, поэтому имею небольшую возможность его немного нарушать. Но опять же таки, понимаешь, если она военная и носит оружие, не факт, что он хочет в своем доме видеть такую женщину. Расскажите, как вы соперницу проморгали? Как и соперницу, я думаю, что проблема в большей степени не во мне, а непосредственно в молодом человеке, который увлекается букетами самими разными. Но мы, конечно, жили в разных городах, и эти моменты я не знала. То есть я не следила, я доверяла человеку, не проверяла его. Наивно сидела дома, читала книжки, занималась своим образованием, верила, что все, как он говорит. Но в один прекрасный день я поняла, что немножечко неправда, что парень многосторонний и увлекается разными девочками. Многостаночный. Да. Вот. Ну и я решила выявить это все на чистую воду и разобраться с этим всем. И что? Мне на самом деле сказала его мама, что он уже женился, что у него все хорошо. Нет, сначала был диалог с мамой по телефону, я тоже очень люблю. Вы... Алло, Марья Степановна, здрасте. Да, здравствуйте. Говорит, я хотела... Тамбовскому волку скажешь здрасте. Да. Он сказал, что они меня не знают, как бы, и кто я такая, не лезь в нашу семью и не беспокой. Собственно, на этом как бы разговор с ней закончился. Тогда я решила взять все в свои руки. Я поехала, изрисовала его машину. Ну, молодец. Очень так хорошо, я все-таки художник, решила ему написать еще момент из плохого. Ну, не могу сказать, что это из плохого, когда он опять-таки сказал, что мы, в принципе, никогда не общались с тобой, да, то есть, как бы, о чем ты вообще говоришь. В этот момент я распечатала все сообщения с 2005 по 2010 год, прислала ему в конверте, а его благоверная жена этот конверт и открыла. Ну, это все фигня по сравнению с тем, что она потом сотворила. Потом, когда я уже выявила, что это правда, я поняла, что это нехорошо, я была, не знаю, может быть, тогда не в себе, а может быть, очень в себе и решила наказать. Взяла пистолет. Я взяла пистолет, парик, очки темные-темные. Пистолет где взяли? В магазине продается. Она пойдет на многое, если ее обидеть. Я приехала домой, позвонила социальная служба, меня не узнали, в коры открыли, вот, и затянулась борьба, то есть, он через щелку двери, да, то есть, естественно, я сразу, я долго не думала, я сразу приступила к делу, да, то есть, он смог его отобрать, и в какой-то момент у нас была борьба, вот, и в этот момент он крикнул своей жене, вызывая полицию. Я правда не верила, что он же... А что хотели? Я хотела, опять-таки, Лариса, я хотела немного просто поговорить, да, то есть... А если бы нечаянно выстрелила и убила человека? И села бы в тюрьму. Я думаю, что это... Это, вы знаете, тогда я об этом не думала. Сейчас, конечно, я понимаю, что это неправильный поступок, не должен так делать. Ну, хорошо, они вызвали... Нет, плохо, конечно, они вызвали полицию. Они вызвали, я аккуратно, ну, я ему испортила всю дверь деревянную, я этим пистолетом всю помяла, выбила глазок и все остальное. Я не верила, что они вызвали полицию, но они это сделали. Я спустилась на седьмой этаж, ждала, пока приедет патруль, он приехал. А когда уже ребята вошли, сотрудники в подъезд, я зашла в лифт, спустилась на второй этаж. А почему сразу не выбежала? Потому что я не верила в то, что они это сделают, правда. А то есть вы специально дождались полиции? Да, я хотела убедиться в том... А как можно не вызвать, если сумасшедшие в парике и в очках с оружием врываются... Нет, вы послушайте. Нет, это смешно, как будто бы рассказывать. Которые врываются в частную собственность, а если бы у них было оружие, они могли бы вам просто выстрелить прямым попаданием в голову. Я очень хорошо. Вас бы убили, и им бы за это ничего не было, понимаете? Я с этой согласна. Потому что труп валялся бы с пистолетом в руке, и вы нападавшие. Да, но этот человек забрал пять лет моей жизни. Но это ваши проблемы, что вы за пять лет не смогли посчитать то, что он женат. Я хочу объяснить, вы неправильно трактуете, я хочу объяснить, что он последние три месяца был женат. Не так, что на протяжении пяти лет я не знала, что он женат. Голову просто нужно забивать другим, а не о том... Не думать о том, чем занимается у мужчины, пока ты не рядом. Даже если не забивать, нужно вообще всегда быть с холодной головой. Хотите замуж? Попробуйте стать стройными. Вам в помощь диета Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Ешьте и худейте. Диета Елены Малышевой. Набор еды для снижения веса. Заказывайте на сайте dietamalushевой.ru или по телефону 8 800 555 30 44. Черничный джем «Махеев» приготовлен из цельных спелых ягод, полезных и детям, и взрослым. Мои домашние так его любят. «Махеев». Вкусно каждый день. Вот вы, доктор, очень внимательно смотрите, Андрей, на Снежанну. Скажите, это болезнь? Это психоз. Это был психоз, да? Вот и диагноз. Да. Рецидивы могут быть в следующих отношениях? Могут. И что, теперь жениться перестанем? Ну, вы шутите или вы реально в ситуации с человеком? Нет, я, во-первых, нет, я спрашиваю реально. Невеста сидит напротив. Молодая, красивая, без детей. Это убирается, взаимозаменяется. Вместо того, чтобы думать об этом, лучше думать о чем-то хорошем. Ну, это просто психология. В терапии это очень быстро меняется. Минут 20 нахожусь все. Да, слушайте, создайте коллекцию под названием «Брошенка» или «Бывший», или еще что-то. И, ну, не знаю, как-то пропиарьте, сделайте. Скорите, а лучше выйти замуж за психотерапевт, который вы еще. И вы будете оригиналкой, потому что еще такого не было. А я про творчество, а я еще там, что все в творчестве. Ну да, что-то заменять. Плохим нужно заменять что-то хорошее. То есть уходить либо в работу, либо в друзей, либо там себя развивать в конце концов. Не сидеть же на месте. Вы приготовили сюрприз? Да. Покажете? Да. Спасибо. А я хочу вам еще вслед сделать комплимент. Вы необыкновенно стильная. Благодарю. У вас роскошная фигура. Вы одеты потрясающе. Все про себя знаете. Ну, в общем, от кончиков волос называется. Идемте со мной. Сейчас будем смотреть, если она научится стрелять. Кольца мы будем лепить. Я для вас буду большое королевское. Вот. А вы для меня какое будете лепить? Маленькое королевское. Маленькое королевское. Спасибо. Я вот выбираю самые яркие цвета. Так. Вы не бойтесь меня. Ну, вы сказали, что все лечится. Кошмар. Какая девочка. Сразу быка за рога. Видишь? Кольца и сразу в загс. Когда вы последний раз лепили? В детстве, кстати, солдатика влепил. Солдатика? Да. Мы даже там Наполеоновскую гвардию делали. Еще что-то. Такое вот. Так. И наверх мы ставим. А, ну что мы ставим? Ой, какое оно красивое. Ну, только толстое, извините. Ну, как раз есть стимул. Очень красивое. Пойдет? Да. Ну-ка. Придел, можно считать, неправда. Я его подносила. Сейчас. Ты чуть рано его окольцевал-то. Это просто... Психотерапед. Тебя тут это обует вас рукальца. А он там едет. Нет, нет, нет. Посмотрите. Давай, давай. А вы... Я хочу заметить, что мы оба Вера сделали желтого цвета. Слушайте, точно. Здорово. Спасибо, Снежаночка. Проходите в свою комнату с подружками. Заберите цветы. А кто ел? Мы. А, вам и можно. Жадуба. И что вы скажете про Снежану? Очень яркая девочка, красивая, неординарная. И внешность неординарная. Но вот и не только внешность неординарная. Поэтому, ну, понравилась. Молодец. Слушайте, энергетика такая добрая. Да, очень добрая. Как ты была на высоте, Линда? Девочка из категории умница-красавица. И умничка. И столько, да, два образования. Сразу подкупила. Но там не два даже дна. Там их, по-моему, штук пять. И мне кажется, что это чуть-чуть не наш вариант, потому что коса на камень будет. Мне кажется, что она еще решила покрасоваться. Я не думаю, что была так прекрасно кинематографична эта история с ее возлюбленным, с выяснением отношений, с полицией, с пистолетом. Это слишком кинематографично. В жизни все бывает проще. А мерзительные выяснения отношений – это всегда некрасиво. А делать черные очки, парик – все это по кино. Я не очень верю. Но мне кажется, что у Снежаны, в принципе, вот такой человеческий тип, она любит красоту. И рассказать, как это было на самом деле, это было бы скучно, неинтересно. Поэтому она нас решила повеселить. Ну, какой пистолет? О чем вы говорите? Она бы здесь не сидела и так бы запросто не рассказывала. Я в шоке. Почему они в это не поверили? Роза? Ну, а что, подтверждение только истинное. Вот когда более-менее у жениха все в порядке с материальным, в материальном плане, без детей, да, без детей. Ну, по крайней мере, мне так показалось, все-таки душевный какой-то недуг у нее есть. Ну, если она, или, по крайней мере, она все сделала для того, чтобы я так подумала. Она фантазерка. Ну, хорошо, но тогда это ей не в плюс просто, а ни один мужчина не собирается ни чужих детей, ни еще заниматься, даже вот имея профессиональный опыт и работу, свою жену еще лечить в этом отношении. Все здоровы хотят, но нет. Это к вопросу о разнице в возрасте. А вот если бы сидел сейчас 27-летний жених, он бы сказал, круто, обалдеть, слушай, а как оружие. А ну, здесь, а покажешь, а давай, обалдеть, слушай, я хочу такое, а ну, мол, понимаете, то, что пугает в 43 года, в 27 лет. А пусть он скажет, да если бы этот пирожок не прячь. Нет, давайте все-таки звезды послушаем. Я абсолютно не согласна. Снежана очень яркий представитель знака Льва, это Солнце, Венера, Меркурий, Марс в этом знаке, мужские планеты в этом знаке. Это первое. Она ненавидит предательство, она любит честность, и она ненавидит слабость. И пошла она к нему, потому что она знала, что он слаб. Да, да, он должен быть выше меня, сильнее меня. Вы знаете, что у вас есть три бонуса? Скелет в шкафу, семейная тайна и общение наедине. Что выбираете? Ой, тебе надо скелетов спрашивать. Я тебе говорю. Да, все, все. Надо спрашивать скелетов у них. Хорошо. Скелет в шкафу. Неужели еще что-то может быть страшнее и ужаснее? Так и хочется выяснить, так и хочется пощупать. Давайте посмотрим. Игорь. О боже, неужели это был мой муж? Она убила Игоря и засунула бы в шкафу. Ну-ка, иди быстро ко мне сюда, Снежан. Снежана, быстро, быстро. Вы как раз где-то то, Лариса, во что вы, собственно, не верите. Это действительно бывает такой момент, когда там во мне просыпается очень-очень злой Игорь, который делает вот такие плохие поступки. Собственно, это и есть. Это альтер-эго. Это альтер-эго. Ну, наверное. Я вас хочу предостеречь. Дело в том, что если вы будете так продолжать, вы можете попасть в очень жесткую историю, которая вас просто сломает. А я не... Знаете, хочу вас предупредить, что у вас не дай бог, не приведи бог, выросла борода и усы. И будете вы наполовину Игорь, наполовину Снежана. Чистая кончита. Поэтому давайте, Игорька, сейчас я вас задушу. Подойдите ко мне. Игорь. А почему Игорь? Уйди, потому что Игорь, это прекрасно. Уйди, гад проклятый. Прогоняем. Из нашей Снежаночки. Уйди. Спасибо. Вам спасибо. Слушай, он вдохнул, когда узнал, что Игорь. Встречайте невесту. Пересекутся. Привет. Это вам. Спасибо. Спасибо вам. Пойдемте. Помогу пройти. Екатерина. 27 лет. Кастинг-редактор на телевидении. Гордится своими кулинарными способностями. Мечтает выйти замуж за мужчину, похожего на своего отца. Предупреждает, что у нее в роду были знахарки. Признается, что видит духов и гадает на картах. Екатерина с удовольствием принимала ухаживание от поклонника, а когда он дал ей понять, что рассчитывает на ответные жесты в свою сторону, решила прекратить отношения. Надеется, что Андрей станет ее надежным пылом. Катерина, что правда видите духов? Да. А за нашими спинами, случайно, никто не встанет? Нет, вы знаете, я прям не вижу, чтобы они стояли, но они ко мне приходят ночью, в такое, когда я в какое-то пограничное состояние между сном и явью. А мужчина, женщина дух? Сейчас, на самом деле, приходят и мужчины уже, но до этого постоянно приходила женщина. А не спрашивали, что ей нужно от вас? Вы знаете, я в первое время вообще дико боялась. То есть я боялась засыпать, вообще боялась темноты. То есть когда выключился свет, я сразу закрывала глаза, потому что у меня прям мурашки по коже были. А к врачам не ходили? Ну, я не думаю, что в ней клоняли. Когда рядом красавец-мужчина, что делает эта ревнивая женщина дух? Нет, она... Она про нее забывает. Да, она не касается, то есть никого, кроме меня. То есть ему сегодня собрались, на самом деле, все такие... На самом деле... Со сдвигом по фазе, да? Ай, как-то это нехорошо сказала. Они специально пациентов ему подобрали. Мне снится сон, что я в своей квартире. Ну, мне кажется, что... Ай, так это сон или все-таки? Вы знаете, это такое состояние, когда ты... То есть в своей комнате, то есть абсолютно такая же обстановка. И ты все чувствуешь на себе. И замочная скважина. А тут такой звук «помогите, помогите». Я подхожу к двери, но боюсь открывать, потому что чувствую, что мне не нужно открывать. Я вот так вот держу ручку, и ручка вот так вот начинает... Ваш любимый жанр в кино? Ну, у меня ужас, конечно, но это... Ну, конечно. Женщина, которая преследует Катю. Вы меня слышите? Оставьте бедную девочку в покое. Зачем вы ее пугаете? Все. Постарайтесь хотя бы в первой половине дня смотреть ужастики, ладно? Лучше мультфильмы. Слушай, эта женщина... Мне вот интересно, это кто-то из родственников? Знаете, как бывает цепляются? Катюш, вы мечтаете о мужчине, который был бы похож на вашего отца? Да, у меня это идеал моего мужчины. Просто у меня отец, ну, во-первых, он красивый, можно понять. Я просто копия отца, и у нас по мужской линии, то есть мой прадед, дед, отец, и я почему-то получилась просто вот, ну, копия. Мало того, он лидер по жизни, он очень активный, он очень успешный. Он активный до такой степени, что в трех разных семьях настрогал троих детей? Нет, не в трех, почему? Иди, да? Нет, ну, как бы вот с моей мамой они развелись, когда у него было пять лет. Потом он женился на женщине, и они до сих пор живут уже больше, ну, где-то 20 лет. И третий ребенок? У него двое детей. А, двое детей. Во второй семье у него двое детей, мы прекрасно все дружим, ладим, и брат с сестрой, мы общаемся хорошо. А маму он вашу сделал счастливой, как вы считаете? На тот момент, да, они были очень счастливые. А мама вышла замуж после него? Да, они сразу, вот они развелись, и мама сразу вышла замуж, и папа женился. Они общаются? Нет, они не общаются. Мы по хитаму поступили, он сидел голодный, он тебя слушал внимательно, а теперь он уже пирожком наелся. Ему бы сейчас подушку на диван, ноги задрать, и все, она ему уже не нужна. Вас не пугает разница в возрасте практически, ну, не в два раза, но в полтора с нашим женихом, с Андреем? Ну, на самом деле, нет, не пугает, потому что, ну, у меня папе 45 лет, вот, и я... Ну, они найдут зять и съесть вообще просто столько интересов, папу уважите просто-напросто. Че любите, может, охоту? Ваш папа не любит охоту? Ну, папа охотник, рыбак, он на лыжах катается, на серфинге. Андрей заточен исключительно на себя, на свою жизнь, на свою карьеру, на свои интересы. Будете совпадать, будете соответствовать, будете ему служить, помогать, будете рядом. А давайте по поводу пяти, вы пять детей хотите? Да, я хочу пять, нет, на самом деле мне не нужно никуда бежать, тусоваться. А зачем тогда вам пожилой мужчина, когда вы успеете пятерых родить? Нет, ну, знаете, мечты, это как бы пять детей, это так тоже. Я же ни разу не родила, может быть, я одного рожу и скажу, все, я больше всего. А вы работать будете или нет? Ну, вы знаете, как бы у женщины должна чем-то заниматься, чтобы... Да, если вам скажут, нет, дорогая, вот двое детей у нас, надо за ними ухаживать, заниматься, сидеть дома. Будешь помогать мне приемы вести? Да. Нет, конечно, вот так вот, чтобы, нет, я вот буду на телевидении работать, у меня такого нет. Я считаю, что всегда можно правильно, отвечайте искренне и все правильно. Да, потому что женщина за мужчиной. Последнее, а что это у вас за фантазия, вы играете в мужском поло, где одни мужчины, вы там одна женщина? Да, но это не обязательно, это просто случайно так получилось. А вы будете продолжать дальше? Нет, я на самом деле собираюсь, то есть, когда у меня начнут семейные жизни, я с этим, естественно... А вы не ревнивы? Я не ревную, но закатаю. Скажите, а вот такая сильнейшая связь с папой не будет вас напрягать в браке? С папой я даже не знаю, как найти общий язык, я не охотник, не рыбак, у меня спортом занимаюсь периодично, но другого... А она вам сильно говорит, а вот мой папа... Да, да. Или сделайте шаг назад. А может у нее там по рукам все другое, не хотите сделать? Да, я хотела попросить, чтобы вы тоже посмотрели, может быть... Я видел ваши руки, там сильная независимость, и на самом деле там нет привязки к папе. И пальчики все вовнутрь, это такой вот легкий аутизм, аутический такой момент, то есть... А можно контролировать это? Ну можно, можно, можно это контролировать все, если нужно. А вам? Нужно? 27 лет, то, что хотели. Я подумаю. Учить детей. Спасибо. А я бы посмотрела на сюрприз. Мне нужно будет отойти в комнату, чтобы показать вам сюрприз. Спасибо. Он вот какой-то абсолютно из другой как будто бы планеты. Она вроде воздушная, вот эта вот женщина, призрак. Вот образ папы, она как дочка военного, но ему нужна жена, а не дочка. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, у меня была история с моим прошлым молодым человеком. Он, ну, посадил меня дома и считал, что я такая его домработница и должна все делать. Поэтому я завела себе вот такого замечательного друга, чтобы он мне помогал по хозяйству. И сейчас мы продемонстрируем вам это. Сеть. Постирай, пожалуйста, нам. Помоги нам постирать. Стирашка сделай так милая. Ой, смотри, какой он. А как его зовут? Сенечка. Сенечка. Сенечка, повернись, пожалуйста, нахватки. Сенечка. Он полоскает, он занят. Лина, ты его еще понюхай. Си, его еще поцелую сейчас. Си, вот, пахнет сиричное. Сенечка. Боже, какая прелесть. Я не могу... Ручку попробуй, потрогайте ему лапочкой. Ну да, он занят. Да, ручка, да, ручка. Да, ручка, да, ручка. Сенечка, родная. Ой, смотри. Спасибо вам большое, дорогая моя. Проходите в комнату свою. Пойдем. Вместе с Сеней. Как у человека. Как у человека, конечно. Пойдем, Сеня. Сенечка, пока. Спасибо. Спасибо вам. Девочку тебе, полоску на мне. Я хочу вести программу под названием «В мире животных». Что скажете вы про Екатерину? Это сюрприз. Меня можно не спрашивать. Все, я куплена. Самое, да, глаза, масло прям в глазах. Хорошая девочка. Мадина. Отличная. Как специально для Ломайского еще один клинический случай. Почему? Но не такой запущенный. Она фантазерка, да. Поэтому я думаю, что вот вылечил, женился. Классическая врачебная схема. Девочке не хочется жить... Да какая она девочка? Она женщина 27-летняя. Она не хочет жить в мире скучных людей. Вот и все. Зато у нее есть... Отсюда такие фантазии. И никто не верит. Ни один... А я по опыту своему могу судить. Ни один мужчина, имея зятя своего ровесника, у которого будет, помимо того, что жена моложе, чем у него жена... Понимаете, это ваша конкуренция вам вынесет мозг по полной программе. Ну, решайте сами. Хотите сложности в жизни на старости лет? Пожалуйста. Екатерина, девушка водная. Такая, какая как раз вам нужна, которую я вам советую. Она действительно мнительная фантазерка. Она знака зодиака рыбы. Рыбы всегда как раз любят видеть в снах какие-то видения. Они всегда ищут что-то потустороннее. Они в это верят. При этом, кстати, солнце описывает и отца. Это говорит о том, что отец никакой не тиран, и не будет он так вот уж за горло хватать и говорить о том, с кем ей встречаться, с кем ей нет. Она здесь достаточно свободна. Они неправильно истолковали твое отношение с отцом. Да, мне тоже так показалось. Потому что они были уверены, что отец выйдет. Как сюрприз. Как сюрприз. И Андрей очень начал нервничать. Андрюш, у вас осталось два бонуса. Общение наедине, семейная тайна. Давайте семейную тайну. Давайте семейную тайну. Катюш. Сюда, сюда, Катюш. Давай. Я прямо уберу. Девочки угадали сегодня. У нас есть семейная традиция. У нас очень большая семья, и мы всегда садимся большим столом. Все женщины, бабушки, мамы, сестры. И лепим пельмени. Это для нас очень важно. Сколько сортов мяса кладете? Понял. В зависимости, ну, как бы у нас папа охотник, что наловит, то и положим. Несколько мешаем, конечно же. Поэтому приятного аппетита. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Я надеюсь, что вам понравится. Спасибо. Спасибо. Пробуйте, пробуйте. Сейчас. Он самолет, он попробует. Главное, чтобы понравились. Слушай, ему повезло. Привезли ему таких красавиц молодых. Еще каждая с едой пришла. А у нас есть еще и третья невеста. Проходите и знакомьтесь. Здравствуйте. Спасибо. Пойдемте. Спасибо вам. Хорошо выглядите. Ирина, 25 лет. Научный сотрудник в Музее русской гармоники. Гордится тем, что спасла котенка. Предупреждает, что всегда перетягивает одеяло на себя. Признается, что боится крови. Возлюбленная Ирина неправильно сделала ей предложение руки и сердца. Не смог отнести заявление в ЗАГС и не справился самостоятельно со своей ревностью. Надеется, что Андрей – мужчина, что надо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Анечка, а вы не любите свою подругу? Почему это не любите? А встаньте. Потому. Привстаньте. Покажите платье. А вы почему пришли в свадебном платье? А мы играем. У нас группа называется «Невесты». У нас это... Ансамбль, дуэт. Гордеонисты. Попозже Андрей увидит наш подарок. Ну, пришла бы в каком-нибудь... В невестном платье, ну, в рваненьком, в таком бы... В грязненьком, не так причёсанном. А теперь мы что, как говорится, разорваться, что ли, вот так смотреть? Один глаз будет смотреть на Иру, а второй на Аню? А вот и проверим. Проверите. Вот вы провокатор шикотер. Вот видео можно посмотреть. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Пошки на пояс, спинка прямая. Ножки приготовили. И так. Носок, пятая, раз, два, три. Носок, пятая, раз, два, три. Поворачиваем ножку. Пошки на пояс, спинка прямая. А, 20-20. Девять. Одну сторону. Держимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая вы молодец. Знаете, вам воздастся, потому что столько радости на лицах у этих бабушек. На самом деле очень приятно работать с такими людьми, потому что... Потому что они такие благодарны. Да, они очень благодарны. И помимо того, что ты отдаёшь энергетику, тебе в два раза возвращается. То есть это здорово. Да, молодец. Но, кстати, он может выбрать и подругу. Конечно, его уже никто не заставляет выбирать из нас троих. Ирина, а тяжело быть дочкой военного? Ну, знаете, в детстве я это как бы не воспринимала, что тяжело, да. Но, когда вырастаешь, да, и становишься девушкой, то это сказывается. То есть это жёсткое вот такое воспитание, когда ты с папой... Ну, тебе нужно крестиком вышивать, да, там, рисовать, а ты ездишь на полигоны, там, на танках катаешься. А папа, кстати, оценит, что у нас Андрюшек хиромант. Ну, главное, чтобы человек был хороший. Вы понимаете, какая разница, хиромант не хиромант. Не, ну вы просто папу-то лучше знаете, я бы не одобрила бы. Ну, у меня папа, на самом деле, очень лояльный человек. То есть, не знаю. Ну, ваш характер повлиял на то, что ваш бывший с вами не справился? На самом деле, да. Потому что есть некоторые моменты, где я жёстко очень становлюсь. Расскажите, в какие моменты? Ну, грубо говоря, мы едем, да, там, даже выбираем, куда поехать, да. Я говорю, давай поедем сюда, ну, есть критерии, по которым мы можем себе это позволить, место. Грубо говоря, ну, во-первых, то есть тепло, время позволяет, да. Ну, и, грубо говоря, сумма, на которую мы рассчитываем. А жили вместе? Да, жили вместе. У неё есть чёткое понимание, что я хочу, какой должен быть мужчина, как должны быть воспитаны дети, какой должен быть дом, ещё что. Ну, и были моменты, когда он себя не очень корректно вёл. Он выпивал? Ну, да. Оскорблял? Ну, да. Обижал, бил? Ну, поднимал руку. Поднимал руку. Всё, вопросы все отпали. Ну, начнём с того, что родители до сих пор этого не знают, потому что... Папа лояльный, получается, да? Папа не знает об этом. Так об чём же не сказали? Ну, потому что я не хочу обижать родителей. Ни своих, ни его. А папа не видел, что у дочки глазки стали грустнее? Нет. Он вам не разрешал носить короткие юбки? Ну, да, не разрешал. Был такой момент. Ну, ничего. А в ЗАГС предлагал сходить? Он предлагал мне, но не родителям. То есть для меня было важно, чтобы он подошёл к моим родителям и сделал предложение изначально. Ну, вы за него замуж пошли бы? Не знаю, может быть. А когда бы папе сказали, что он на вас ручку поднимает? Ну, не сказала бы. Сколько вместе прожили? Ну, пять лет почти. Пять лет. Ну, мы прожили именно вместе. У вас терпение, конечно, адовое. Получается, для неё штамп в паспорте важнее, чем все эти отношения. Как он к ней относится? Лупит он её или нет? А ничего, что ваш муж ровесник вашего папы? Ну, он не ровесник. Он моложе. Ничего страшного. Папа моложе. Папа старше. Вас это не пугает и хорошо. Показывайте сюрприз. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Восхитительно, девочки, в свою комнату. Просто браво. Кветочки не забудьте. АПЛОДИСМЕНТЫ Мадина. Хорошая девочка, очень понравилась. Спасибо за сюрприз. Но девочка, мне кажется, ещё очень хочет реализоваться и в творческом плане, и как-то вот право. Имеет право. Только она уже реализовалась. Она хочет поддерживать себя вот на этом самом плаву. Твой сюрприз. Вы стали взаимодействовать, вместе что-то делать, проявили друг друга. Поняла, что? А здесь просто я показала себя. Тем более это отточено. Согласна. Хорошая девочка, очень... Восхитительная, на мой взгляд. Восхитительная. Хорошая. У неё, у нас с ней одинаковые проблемы. Нет пока мудрости. Есть пока какая-то рьяность, пока какое-то огромное желание. Но вот мудрость, я так увидела себя со стороны, думаю, блин, сколько же мне ещё работать над собой нужно. А вы что скажете, Андрей? Мне тоже понравилась девушка. Какая-то прямо редкая птица к нам залетела, правда? Да. Андрей, при всём моём уважении к вам. Я в вас. Ну, жалко мне таких девчонок. У меня рука не поднимается сватать к старче. Ну, не поднимается. Господи, оставьте их в покое. Есть молодые женихишки, чтобы детишек хороших нарожали. Не, я против. Против Розы. Жалко имени. Очень сильная внутренняя, не агрессивная сильная. Продавить её никогда не получится. Руководить ей никогда не получится. Вам всё-таки нужно женщиной руководить. И вы это будете делать и достаточно иногда жёстко. У вас остался один бонус. Общение наедине в течение минуты. Проходите, если хотите. Не хотите? Почему? Боитесь Розы? Нет, послушайте. Я бы пошла на вашем месте. В конце концов, это выбор Ирины, а не Розы. Мало ли что она вам говорит. Нет, я не пойду. Почему, Андрей? Что вдруг за комплексы такие? Это не комплекс. Вы просто ушли. А что? Это не комплекс. Вы же не тащите на Аркане её и не говорите, выйдешь замуж, иначе убью. Это девочки пришли молодые, которые хотят выйти за вас замуж. Они пришли за вас бороться. Поэтому я настаиваю, чтобы вы пошли. Почему вы лишаете Ирину? Вы ей понравились, и она пришла специально к вам. Мало ли что говорит Роза, или что говорю я, и даже Лида. Поэтому, ну вы зря. Была бы косая и кривая. Она не косая, не кривая. Она именно хорошая девушка. Да, вот он ты и делал, что не косая, не кривая. Но мы не подойдём друг к другу. Ну, может, не хочет. Ну, зачем человека заставлять? Господи, не хочет и не хочет. Мадина и Линда, вы были очень внимательны к невестам. Я считаю, что они все были красавицы, чудные, разные. Но почему-то Андрей грустный. А есть достойная вашего брата? Я за Катю, конечно. Мне кажется, что вот последний этот выход с пельменями, его второе добил просто. Линда, я за Катюшу, только за Катюшу. Ага, и заберёшь у неё эту, как ты уже сказала. Полоскуна? Надо будет, заберу. Нет, полоскуна я дам. Кто мне стирать будет? Я думаю, что ты и будешь стирать. Я думаю, что мы ей на зарождение подарим другого. Ну что могу сказать? Вы можете выбирать любую из этих девушек. Отношения, знаете, такие будут, как пустыня, мираж. Вам вроде будет казаться, что вы уже дошли, вроде как можете наслаждаться, но это в любой момент может исчезнуть. Ну вы кузнецы своего счастья. Каждый кузнечик сам свою счастье кует. Куть в любой комнате. Андрей, всё бывает в жизни по-разному. Выходит 20-летняя девочка за 50-летнего и счастлива, и сходит с ума, и ревнует, и рожает детей, и они живут долго и счастливо. Бывают в их женице ровесники, и у них ничего не получается, и они несчастливы. Всё в жизни очень переменчиво, очень индивидуально. Поэтому кто понравился, кто Эдите, я не вижу мезальянса. Можно вот я, как борез за справедливость, наблюдая картину там, можно к вам? Да, можно ко мне, красавица. Вы раскрутили только мой пистолет, пистолет и пистолет. Вы совсем не поговорили о том, что я девушка, о том, что я тоже домашняя. А я Игорька-то из вас выгнала, поэтому сейчас поговорим, что вы девушка. Хочу детей. Вот других девочек всех раскрыли, а меня нет. Но Игорьки не могут родить, понимаете? Ну так мы же от него отказались, говорили, что мы, котечка, так мы же отказались во второй половине программы, значит, вы тоже девочка, хотите детей. Зачем тебе нужен вот такой дедушка? Зачем? Не сумела она себя проявить с первого раза, так что, мне кажется, уже сейчас вот этот поступок ещё больше его оттолкнёт. Представляешь, какая она назойливая, что она даже выперлась, когда уже все единогласно проголосовали за меня. Ты хочешь полноценно заниматься любовью каждый день? Хочешь? Посмотрите, нескромный вопрос. Как-то нескромно. И значит, стрелять скромно, а вот про любовь говорить нескромно. А чего ты так приведняешь один раз в день? С ума что ли сошла? Ну вот, а там могут быть осечки. Девочки, кстати, ярко раскрывается знак Знадиака Лев у Снежаны, которая считает себя самой лучшей. Именно поэтому она вышла. Не соревнуйся, он не кричит. Но Снежаны, вы к нам еще видите программу, которая... Я понимаю, столько на вас будет откликов. Роза, видите, вас похлопала по попе, значит, жениха набила. Иди сюда, ладно, иди сюда. Я тебя обниму, точно замуж выйдешь. Это традиция такая. Давай. Не расстраивайся, бонусы получили. Иди по-хорошему. Эх, девчонки. Если говорить астрологически, то, конечно, вам подходит только Екатерина из этих участниц. Она действительно та мягкая, и она не просто мягкая, она вот такая вот... Ее нужно вот как поводырь ей нужно. Ей нужно вот руководить, ее нужно направлять, и ее нужно заземлять. Вы именно это... Она мягкая такая? Она достаточно мягкая девушка, и податливая девушка, и девушка, которая идет за мужчиной, которая спорить не будет. В общем, идите к той. которая вас ждет, и кому у вас сердце привезет. Мы вас поддержим в любом случае. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Меня зовут Виктор, мне 23. И если у тебя рыжие волосы, и корее глаза, третий размер груди, то приходи, я жду тебя. Мы не знаем, выйдет Андрей один или с избранницей, а приглашаю всех выходить, и давайте его поддержим. Я очень рад. Думаю, у нас все это получится. Я надеюсь. Спасибо вам, что вы пришли. У нас есть пара, Андрей и Екатерина, если вы одиноки. Или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы. Пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, позвонимся. Удачи. Я улыбнусь. Я ведь так и мечтал. И встречи с тобой я искренне ждал. На следующий день я оказалась в больнице, потому что он меня избил. Ты не системная жена. Я не знаю, как жить, если ты уйдешь. Я с ней сфотографировался, и впервые в жизни мой язык опередил мои мысли. Он какой-то маньяк, нет? Мой-то, мой-то сейчас придет и вам споет. Я буду помнить наши ночи.